Ляйсан Утяшева, шестикратная чемпионка мира, выступит здесь, для вас, потому что она очень любит фигурное катание. Она даже готова выступать на таком маленьком ковре, хотя обычно ей нужна площадка побольше, раз в десять. Ляйсан Утяшева! Лёшенька Немов, он как раз создал шоу Немова, где собирались все чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Моментально на это отреагировала и Гедемина Сторонда, вот он мне сказал, Лисюша, давай в балете, попробуй себя, ведь у тебя же хорошо получится, ты харизматичная. И я, значит, в балете. Валеро разучивали, я так этим загорелась, все это мое движение, музыка, я без этого жить не могла. В апреле 2006 года Ляйсан Утяшева приняла решение оставить большой спорт. После продолжительной депрессии и долгих метаний она нашла себя на телевидении, став ведущей утренней программы. Ирина Александровна, она более такая серьезная, да, конечно, говорит, ленточки, булавочки, шоу, это все прекрасно, но, Лисюша, когда-нибудь это закончится, это надо иметь как хобби, да, но ставку на это давай не делай. Ты отлично комментируешь художественную гимнастику, но не хочешь ли ты шагнуть в мире телевидения куда-то дальше? Я так задумалась, я говорю, а как вы думаете, у меня пойдет? Она говорит, да я почему-то не сомневаюсь, сказала мне позвонить на НТВ, пойти на собеседование, я пришла, на меня, как говорится, боги НТВ посмотрели, сказали, боже, эмоций-то сколько. Говорит, а что ты хочешь? Я говорю, я хочу все. Говорит, так не бывает. Я говорю, вы знаете, мне интересно там, где буду интересна я. Ммм, молодец. Она говорит, не теряй своей харизмы, пожалуйста, но учиться, говорит, тебе угодно. Говорит, посмотрим, как справишься. Она говорит, учти, через полгода будут тракты, будут пробы, если не получится, извини, говорит, потому что это наша репутация, мы как бы не уважали Ирина Александровна, как бы не уважали тебя, но место на канале нужно заработать. Так, смотри, красное загорелось. Работаем. Да, да, и этот, Саша такой, работаем. Я такая, а у меня, я не могу сдержаться, я начала просто вот так вот истерикой. Я говорю, я вам потом расскажу. И это вот увидели просто. Потом выходят после опять сюжета. Я опять смеюсь. Я говорю, ну, короче, у меня в ухе. Шеф-редактор рассказал мне анекдот, который нецензурный. Я вам его рассказывать не буду, поэтому переходим на новости активной жизни. Я пошла учиться к Алфереву Владимиру Михайловичу. И он мне буквально за 3-4 занятия объяснил, что нужно видеть не предложение, а, например, весь текст. Мы с ним какие-то ударения ставили. Мы начали учить читать сушлер. Потом он мне сказал, ты безумно эмоционально. Это, конечно, отлично, когда ты говоришь интервью о себе. Но когда ты стоишь в кадре и вот просто вот так машешь, твоего лица не видно. Потому что он меня ставил и говорит, читай. Я читаю, у меня руки вот так играют. Он говорит, подожди, это не на площадке, булавы уже мы положили. Значит, руки, значит, я эти руки держала. Тяжело было. Потом с этим карандашом читала. Ну, все прошло, правда. И буквально через там месяца 4 мне говорят, Лисюшка, давай, говорит, попробуем на главную дорогу. Я говорю, хорошо, давайте попробуем. Никогда не забуду. Первая съемка. Три вокзала. У меня скрытый микрофон. Он мне говорит, импровизируй. Самое важное, ты должна затащить клиента, вот прям так и говорят, в машину. У нас эксперимент. То есть там стоит таксист, у которого фешенебельный, там, Mercedes, там, все дела. И стою я. Такси недорога, 15 рублей до цен. Подходит мужик и говорит, ого, гимнастка, как скатилась. Я так говорю, ну да. Я говорю, вас подвезти. Ну да, вас, Бусы, помните, я на площадке. Я такая красавица была, а что, может, денег дать тебе помочь как-то по жизни? Я говорю, нет, в машину сядь, я вам помоляю. А что, говорит, так? Я говорю, ну, пожалуйста, сядьте в машину. Я говорю, я вас прокачу даже бесплатно. И вот мы проверяли, сбежит, на какой ноте он сбежит. То есть он садился, когда у него сиденье назад вот так, и на него падало просто там весь мусор. Он так вот тряхнулся, говорит, ну, говорит, жрешь ты прилично. Эксперимент показал, что я отлично умею. Просто с любым человеком вот так из толпы. Грубим языком намандила я 15 человек в свою машину. Я тут на своем лимузине всего двух. Причем ко мне шли и все мужчины. Ну, нормально было. Мне сказали, все, Лисан, боевое крещение прошло. Все, и понеслось. Я всегда с вами. Я вас очень люблю. Поздравляю с этим праздником. И пусть святая Вероника вам помогает. Спасибо. Все просто замечательно. Спасибо огромнейшее. До какого-то периода времени я думала, что я одиночка. Я вот ни за что не променяю, например, прогулку в Коломенском на какую-то тусовку, если у меня будет выбор. Я дуркую иногда очень сильно. Я, например, могу классного парня, да, вот просто послать. Потому что меня взбесил какой-то один момент, и я сделала уже вывод, что все крест. А потом через пять дней одумываешься, видишь глаза, и так думаю, нет, еще не крест. Шатает все. Но стержень внутри есть. Я бы сама себе пожелала, наверное, гармонии в себе и, безусловно, любви. А так я счастлива. И конца света не будет. Мне все сказали, астрологи, психологи. Не будет. Будет конец света для темных сил и начало света для светлых. Как говорится, Земля откроется, и будет все хорошо. И, наконец-то, люди поймут, что можно же жить не настолько уж прям вот это вот прям деньги, деньги, слава, деньги. Можно же еще как-то по-другому. Ну, правда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!